В них находятся две отдельные, но взаимосвязанные истории. Один молодой человек из Нагорной страны Ефрема, которого звали Миха. Где Нагорная страна Ефрема? Если Венимин здесь находится, потом Ефрем, потом Манасия. И Нагорная страна Ефрема, где-то вот там. Так что, очевидно, он уничтожил 1100 сетей серебра из его мамы. 1100 сетей, 1100. 1100 сетей серебра. Он приходит к ней и говорит, ты помнишь вот это серебро, которое ты потеряла? Он говорит, я украл его. Его мама такая счастливая. Я дам все это Господу, и я сделаю образ, кумир, литой кумир. И задумайтесь теперь об этом. Она верит в Хашема, Господа. И в Яхве верит. Так? А Яхва говорит, я не хочу никаких кумиров. Она говорит, посвящаю это Хашему и сделаю кумир. Она делает то, что правильно в ее глазах. То есть нет у них Слова Божьего, чтобы они все читали его и изучали постоянно. Поэтому делают они небольшое место для этого кумира. И затем, что в 6 стихе говорится. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это ключевая фраза всей книги вообще. И вот еще там был один левит из Вифлеема, ходил он по стране. И случилось так, что он проходит мимо этого дома. И этот человек говорит, слушай, ты левит, ты тут религиозный человек. И мы религиозные люди, у нас тут свой кумир даже есть. Он говорит, может, ты будешь нашим святященником, мы тебе заплатим за это. Хорошая идея, хорошо. Поэтому все прекрасно, чудесно. Колено Данова живет там, они бедные такие, несчастные, у них все плохо. Вместо того, чтобы сойти вниз, забрать ту территорию, которая им была обещана. Они говорят, да нет, лучше пойдем куда-то, переедем в другое место. И отсылают они пять мужей. И они проходят мимо дома Михи, здесь. Затем они идут вверх до места, которое называется Лаиш. Лаиш, 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 Лаиш. И они видят, что это красивая территория, хорошо орошаемая, но есть вода. И, как вы помните, мы говорили о важности воды в Израиле. В Украине у вас есть вода, что нужно. Но если вы не побывали в Израиле, и пока вы не побывали в засушливых местах, то вы не знаете, насколько важна вода. Поэтому так часто вы читаете в Библии о воде. Живая вода. Присутствие Господа — это как освежающий источник. Пока вы не побывали в пустыне день-два без воды, то вы не сможете оценить ее так, как они ее ценили. И та территория, где они жили, очень сухая, плохая почва. Поднимаются вверх, и там постоянно влажная погода, почва, хорошая почва. И те люди вообще ни с кем не связывались, ни с кем не связывались. Никаких контактов не было. Дамасск их не защищал. Некоторые у них отношения были с финикийцами, но все равно и те были далеко. Никаких не было военных союзов у них. Ну, там небольшой бизнес у них был, там торговля. Поэтому возвращаются эти обратно и говорят остальному колену. Ой, только бы вы увидели, где мы вообще побывали. Это просто идеально. Ну, есть там пару людей, но там их не так уж и много. Никаких у них нет протекций, никаких военных союзов. Давайте пойдем, возьмем их. Поэтому, те пятеро возвращаются, берут пару сотен с собой и идут к дому Михи. И когда они доходят до дома Михи, они говорят, о, интересно, что это за кумир? Он много денег стоит. Давайте его украдем. И предлагают тому левиту, ну, может, ты с нами вообще пойдешь? Да ты вообще будешь священником целого колена. Зачем тебе на этого одного человека работать? Так он говорит, ну, хорошая сделка для меня вроде звучит. И поэтому он идет вместе с ними. Затем Миха приходит домой. Видит, что его имущество забрали. Берет еще пару человек со своей деревни. Догоняют тех. И спрашивают, что вы вообще мое забрали? Что они ему говорят? Короче, заткнись, иначе придем и как на лук. Ну, короче, мы забрали, и нам все равно. Он говорит, ну, ладно, хорошо. И он был достаточно умен для того, чтобы не продолжать идти и не упорствовать в этом. Поэтому те идут снова в тот город, ну, в ту местность северную завоевывают. И некоторое время хорошо поживают. Однако... Вы знаете такую, как бы, поговорку из огня до полумя? Или же с горячей коворотки до в огонь? В новом языке. И вот у них же такая история получилась. Ну, некоторое время достаточно хорошо все шло. Было трудно тут, потом там в севернее было полегче. Но все же та территория предыдущая им была обещана. А вторая территория не обещана. Поэтому основная дорога, шоссе такое, по которой вообще все войска проходят. И проходят также мимо той местности, куда они переселились. И когда годы спустя северные армии начали вторгаться, то в какое вообще первое поселение они пришли? К данному поселению. Вы понимаете? Это понятно. И каждый раз, когда вторгались с севера государства, они проходили мимо Дана. И северные власти, северные цари, каждый из тех северных народов были намного сильнее, чем даже филистинляне. И какой вообще урок мы можем для себя взять? У Бога есть наследие для каждого из нас. И иногда кажется, что это самое трудное, что вообще можно взять и овладеть. Господь, дай мне что-то полегче. Хорошо, тебе будет что-то полегче сейчас. Но позже тебе это не понравится. Понятен урок? Девятнадцатая, двадцатая, двадцатая глава. Книга заканчивается одной из самых ужасных историй. Леви в той местности. Был один левит, и была у него наложница из Иерусалима. Она убежала от него, и она продолжала заниматься своей деятельностью. Пошла она в дом своего отца, возвратилась. Он идет за ней, чтобы забрать ее. Поэтому она решила возвратиться вместе с ним. Три дня он был у них дома. Затем он уже готов домой идти. И отец говорит, да, останься еще один день. Он остался еще на денечек. И на следующий день он уже опять готов отходить. И отец говорит, да, ну, останься еще что-то. И поэтому отец его таки убедил остаться на полдня. И наконец, посередине дня он уже наконец-то ушел. Со своим ослом, своим слугой и своей наложницей. И они начали дороги из Иерусалима. Дорога, которая проходит мимо западной стороны Иерусалима. И затем там на территории Вениамина Гаваон. И начало уже темнеть, и на холме, недалеко от Иерусалима. И слуга говорит его, давай пойдем в Иерусалим, мы останемся там. Он говорит, нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Иерусалимы там живут. Иноземцы. Не наш народ вообще. Это же может и опасно быть. Надо пойти и найти какой-то израильский город. И находят они Гаваон. Входят уже в город, когда темно. Идут в центр города, где колодец находится. И никто их не приглашает к себе домой. Никакого гостеприимства. Наконец, подходит к ним пожилой человек, который был из местности колена Ефрема. Он говорит, ну идите ко мне, зайдите, останетесь у меня. И молодой человек говорит, хорошо, и пошел он к нему. И там говорится, что мужи этого города окружили дом. И сказали, дай нам этого человека, чтобы мы его познали. О чем напоминает вам эта история вообще? Садом. Как вы думаете, это вообще случайно произошло, что такое напоминание сразу идет на Садом? Нет. И как вы думаете, это вообще случайно, что эта история последняя в книге Судей? Нет. Потому что в этой книге показана вот эта прогрессия, регрессия аморальности вниз, которая идет в книге. То есть вот до чего мы докатились, насколько все плохо. Даже в Израиле они ведут себя то же поведение, что Бог уничтожил Садом и Хамору. И вот что говорили те мужи. Они говорили, мы не можем остаться в Иерусалиме. Иноземцы, не наши люди, они опасны. Этот комментарий можно такой добавить. Что Израиль стал намного хуже, чем даже их соседи. Понимаете? Этот скрытый комментарий такой в этой истории всей. И потом он говорит, ну, послушайте, возьмите мою наложницу. Поэтому они издевались над ней всю ночь. И она потом умирает, падает прямо перед дверью дома. Он просыпается утром. Видит ее там мертвой. Только представьте себе эту картину. Видит свою наложницу. И знает, что он ее отдал вчера вечером. И весь, можно сказать, город ее изнасиловал за всю ночь. И что он говорит? Как дела? Как ты себя чувствуешь? Ой, извини, я должен был это сделать, просто я испугался вообще, что меня убьют. Он говорит, типа, ну, давай, вставай, пойдем. Ну, конечно, она не движется, она мертва. Поэтому поставит ее на осла, идет в свой дом. Разрезает ее на 12 кусков, и каждый кусок отсылает каждый из колен. Поэтому каждый из колен они разгневаны. И говорят, все, пойдем войной против Вениамина. И они говорят Вениаминову колену, отдайте нам этих людей из Гаваона. И как вы помните, что очень важно было это отождествление себя с коленом. Они говорят, ну, нет, не будем мы вам их передавать. И поэтому весь Израиль идет войной против Вениамина, колена. И за первые два дня они терпели поражение. И тысячи израильтян были убиты. И теперь можно задать вопрос, а почему это все? Что, разве они неправильно поступали? Разве не Бога они спрашивали, им надо это, не надо делать? Разве Бог не говорил, не уйдите? Израиль, все колены Израиля были поражены в те два дня. То есть Вениамин это маленькое колено всех остальных перебило, победило за два дня. В первый день, второй день. И вот почему это произошло. Я вспоминаю гражданскую войну в Америке. Когда Авраам Линкольн был президентом. И он должен был подавить бунт. И для него понадобилось четыре года. И когда десятки тысяч с обеих сторон были убиты и поранены. И тот президент был богачьим человеком. Он молился, спрашивал, почему вообще это происходит? И говорит, что я думаю, что это из-за этого преступления рабства, рабовладения. Что это очень ужасно в глазах Божьих. Так что весь народ заплатил за это кровью. И даже если наше побуждение может быть праведным. И он не дает нам быстрой победы. Чтобы испытать наше желание. На самом деле мы хотим быть благочестивыми и делать правильно. Поэтому часть крови это, можно сказать, кровь искупления. И я думаю, что это же происходит и в этой истории. Ну, конечно, эти гаванитяне поступили очень ужасно. Но в то же время весь народ отвратился от Бога. И можно сказать, что гаванитяне немножечко были похуже, чем весь остальной народ. Но нельзя вообще сказать, что все остальные были такими праведниками. Поэтому в третий день они молятся, говорят, типа, Бог, должны ли мы идти войной? И только на третий день они пошли, и у Вениаминового колена было поражено. Осталось 600 живых из Вениаминового колена. И теперь все остальные колена Израиля печальны. О, что же произошло. Чего наше колено такое, их количество сократилось. И мы обещали никогда не давать в жены своих дочерей им. Ну, по-любому, как бы не будем даваться в детали. И они стратегию разработали в том, как им давать жены. Для того, чтобы племя колена Вениаминова как-то продолжало жить дальше. И позже первый царь Саул происходит из колена Вениаминова. И потом второй Саул тоже был из колена Вениаминова. Шаул на иврите. Паулюс на греческом. А мы называем его апостол Павел. Поэтому очень хорошо. И я пропущу книгу о Руфе и перейду к первой книге царства. Это хорошо. Хорошо. Я пропущу книгу о Руфе и перейду к первой книге царства. Книга о Руфе интересная книга, но я не буду прерывать историческую цепочку в этом случае. Следующая история, когда Скиния была все еще в Силоме. Илли был священником. У него были два плохих сына. Когда люди приносили жертвы, то они шли и просто своевольно забирали самые лучшие кусочки. Поэтому для людей поклонение стало очень трудным. И затем спали со всеми женщинами, которые приходили туда. И Илли, вы знаете, он сказал им, что это плохо, ребята. И на самом деле он их не удерживал от этого зла. И был один благочестивый муж по имени Элкана. У него было две жены. Одну звали Анна. И другую — Финана. И у Анны не было детей. Она была бесплодна. Финанны были дети. Паннина как-то... «Рубдитин». 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 Она начала смехаться над Анна, типа «У меня дети есть, у тебя нет. Ха-ха-ха». И один раз, когда она пошла в храм, Анна идет и молится, «Я хочу сына». И Господи, если ты дашь мне сына, то он будет снова... Я тебе дам его, и он будет слушать тебя. Она была очень эмоциональна, плакала. Ее лицо и все остальное там. И поэтому Илли увидит ее. «Ты что, пила? Напилась?» Она говорит, «Нет, нет, нет, я просто... Я полностью сокрушена». Илли говорит, «Господь исполнит твое желание, даст тебе сына». «Хотя он не очень хороший священник, но все равно он все-таки первый священник». Он говорит, «У тебя будет сын, и она забеременела». Пару лет спустя, когда ребенок был отнят от груди, Ханна берет его снова в храм, предоставляет перед Иллией, напоминает вообще всю эту историю, и говорит, что будет он служить в храме. Его зовут Самуил Шмуэл, что значит «Господь услышал». И Самуил — такой хороший ребенок. У него сердце направлено к Богу. Он вырастает, и он служит Богу. И в один вечер был у него этот сон. В принципе, не сон, а он слышал голос. И думает, что это Иллия зовет его. «Что вы сказали? Я ничего не говорил, иди спи». Это снова повторяется. «Ничего я не говорил, иди снова спи». И в третий раз он идет к Нему. Иллия теперь только догадывается, что это Господь говорит. Самуил возвращается и начинает слушать. Господь говорит, и Самуил говорит, «Хорошо, Господь, я слушаю тебя». И получает свое первое слово от Господа. И это слово, которое направлено против первого священника. Это же человек, он уважает его, это его друг. Он его воспитал, заботился о нем, учил его. И Иллия говорит, «Ну, это Господь, что я могу сделать?» И позже филистимляне выходят против Израиля. И Израиль говорит, «О, Бог мой, посмотрите только на всех этих филистимлян! Они нас просто перебьют! Нам нужна еще помощь экстра! Давайте ковчег перенесем! Возьмем ковчег в битву с собой!» Поэтому приносят ковчег в лагерь военный. Этот военный воск, крик, слышится. И филистимляне слышат это все дело. И что говорят филистимляне? Мы как бы в глубокой проблеме. Это же тот Бог, который все эти казни над Египтом проделал. И они напуганы Богом Израиля. Чего они вообще не знают? Что Бог все-таки еще хотел судить Израиль. Поэтому филистимляне одерживают победу. И захвачен был ковчег в то время. И берут ковчег в храм Дагона. На следующее утро Дагон на лице своем лежит. Он поклонился перед Господом Дагон. Они снова его поднимают. На следующее утро возвращаются они в храм. Он упал и полностью разрушился. Затем у них начались проблемы со здоровьем. Возможно, бубонная чума или еще какая-то язва. Очевидно, что там крысы были задействованы в переносе этого болезни. Геморрой у них начался. Геморрой у них начался. Сейчас, может быть, хеморрой. Знаете, что хеморрой? Я сказал это. Так. Я думаю, достаточно весело было дело. Так что вы можете представить, как все филистинские ходят и чешутся. Это смешная фотография. Поэтому они отсылают Ковчег в другой город. То же самое начинает происходить и там. Они думают, ну, все-таки это не совпадение такое. Надо отдать Ковчег обратно. Наверное, мы их Бога обидели. Поэтому решают вырабатывать стратегию, как это сделать. Сделать пять золотых мышей. И пять золотых мышей. И пять золотых мышей. Оп! Нараз. Так вы сразу нораз. Поставить их рядом с Ковчегом на тережку. И если волы пойдут прямо в направлении Израиля, тогда мы поймем, что это все было наказание от Бога Израиля. И именно так все и происходит. И подумайте об этой всей истории. Израиль думал, что Ковчег нас спасет. Но просто это показано, что нет никакого предмета с какими-то магическими свойствами. Если Бог тебе не хочет помочь, то никаких магических предметов нет, чтобы помогли вам. Но в то же время, когда Ковчег был на территории филистинлян, для них это большая проблема стала. Вот таким образом Бог действует для язычников, потому что они по-другому не понимают. И когда Ковчег снова попадает на израильскую территорию, Бейт-Шамаш город, и люди видят, они просто в восторге, они приносят жертвоприношение. Там говорится, что они посмотрели внутрь этого Ковчега. И многие из них умерли. И подумайте. Филистинляне могли и так обращаться с Ковчегом, но не с Израилем. Потому что Бог намного большего требует от Своего народа. Это 6 глава 20 стих. Эти люди из этого города были напуганы. Они не хотели этого Ковчега вообще иметь, он опасный вообще. И поэтому они посылают посланников в Кириаф и Арим. И Абинадав в доме Абинадава Ковчег останавливается, а его сын потом за ним смотрит. И находится в доме его 20 лет. Думаю, это Бенеминов город Кириаф и Арим. И затем Самуил обращается ко всему народу. Он начинает свое служение, и все его почитают. Он говорит, время покаяться, возвращаться к Богу. И в 5 стихе. Соберите всех израильтян и я помолюсь о вас. Затем они молятся, постятся, споведуют свои грехи. И что думают в этом филистинляне, когда наблюдают за израильтянами? Они вообще не думают, что это какое-то религиозное собрание. Это понятно? Они думают, ага, они собрались вместе, чтобы идти войной. И, конечно, свои они войска подготавливают для войны. И Израиль тоже пугается филистинам. И говорят Самуилу, пожалуйста, не забывай о нас, молиться Богу. И в тот день Господь дал Израилю большую победу. Часть из этого — это чудо, это сильный гром, который просто смутил врагов, так что они отошли от них. Снова возвратились они в свою землю. И они воздвигли камень, как напоминание, мемориал. Эван-Эзра — камень помощи. И 7 глава, 15 стих. Там говорится, что Самуил судил Израиль все дни его жизни. И затем Самуил состарился. И в Версавии, или где? Его сыновья начали. В Версавии его сыновья были судьями. И его сыновья не ходили путями Бога. Поэтому приходит израильтяне к Самуилу и говорят, дай нам царя. Ты был классный вообще, но твои сыновья не такие. И, конечно, Самуил думает, они меня отвергают, им не нравится мое служение. Бог говорит, нет, 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 они меня отвергли. И они хотели видимого, ощутимого человека в качестве правителя, а не какого-то невидимого Бога. И он решает, что даст он им царя. И вначале скажи им Самуил, на что это будет вообще все похоже. И Самуил рассказывает народу. Хотите царя, но придет время, а у вас это вообще не обрадует. Он возьмет ваших сыновей, они будут служить в армии. Будет забирать процент со всего вашего урожая. И ваши дочери также будут работать на него. Они говорят, ну, ничего страшного. И в девятой главе мы встречаемся с Саулом уже. Саул – бенжамит. Очень привлекательный и высокий. И затем история о том, как потерял Саул его отца. Он идет, чтобы найти его, а потом Самуил встречается с остальными. Самуил смотрит на Саула и говорит, ты будешь царем. Саул говорит, «Мой? Меня? 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 Кто я? Я не кто, я не кто, я не кто, наше колено не кто вообще. Самуил говорит, нет, Самуил, ты таки будешь. Он говорит, иди все-таки, потом встретимся, и поможем тебя в царе. И в 10 главе 17 стихе созывает Самуил народ в Массифу. Он говорит, что просили царя, но теперь получите его. И вот как все происходит. И вот Самуил, он говорит, обращается речь, говорит свою речь перед народом. И в конце своей речи. Вы хотели царя, но Бог не хотел вам дать царя. И сейчас я представляю вам вашего царя. Они его не могут найти. Дэвид, Дэвид. Вот большой день у Саула вообще настал, его презентация. А он там где-то прячется. Ну, думает, ну, я не думаю. Ну, по-любому, его находят, и Самуил представляет его. И он очень классно выглядит. Он привлекательный, высокий. Он похож на лидера. Затем сразу после этого все идут по домам. И Саул идет домой. И несколько сотен храбрых мужей пошли вместе с Саулом. Ну, есть еще одна траектория, которая идет вверх в Писании. Что с самого начала всех царей Там пару-пару людей последовало за Саулом. Затем мы видим, что Саул сидит, там пару советников. И вся армия его — это несколько тысяч человек. А затем мы читаем о том, что Давид становится царем. Все организуются. То есть у него правители, его армия тоже своя. До тех пор, пока мы доходим до Соломона. И вот эта административная система этого царя. Просто обшина, кони, города, лагеря, крепости, укрепления. И все что угодно. Организация, кто готовит там пищу, обеспечение. И как мы видим, это только начало всей комплексной администрации. Конечно, чем более усложненная администрация, тем больше денег она пожирает. Больше можно сделать для людей, для народа. Но эту администрацию также нужно прокормить. Больше денег идет от народа. И чем больше денег от народа приходит, тем разрастается администрация, тем больше люди вообще ожидают взамен. И затем сразу же мы встречаем аммонитян. Которые выходят против одного из городов израильских. И думают аммонитяне, может какие-то наши приятели помогут нам. Во-первых, они хотят капитулировать. Хорошо, будем вашими слугами. Итак, израильский город хотел капитулировать. Но они говорили, ну капитулируем, мы перед вами будем вам служить. Но для царя аммонитского этого недостаточно. И он говорит, хорошо, но я тогда выколю по одному глазу каждого мужчины. Тогда те уже решают, надо такие помощь на помощь звать вообще. И Саул слышит об этой всей истории. Он созывает весь Израиль. И идут, полностью оттесняют аммонитяна и спасают тот город. И каковы последствия всего этого было вообще в Израиле? Как вы думаете? Почему люди хотели царя? Защитить нас. Который будет нас вести, и вообще наш народ будет объединенный. Так? Поэтому сейчас у них есть царь. Все прекрасно. Даже несмотря на то, что их предупредили, что в будущем у них будут проблемы. То есть первое, что происходит во всем этом, Саул все-таки приобретает эту победу. И последствия всего этого. Люди хорошо себя чувствуют. Как бы отдыхались уже. Все будет теперь налаживаться. И они почитают Саула, уважают его. И то есть это теперь не только один Самуил, который говорит, что там Бог. Но Бог его использовал. Допустим, новый пастор приезжает. Старый пастор, ну, достаточно хорошо был, справлялся. Но он выходит на пенсию. Приезжает новый. Предыдущий пастор помазывает его и говорит, вот это муж, это следующий. Все говорят, ну, очень хорошо все. Но все равно у них нет той же уверенности в новом, как эта уверенность была в предыдущем. То же время, если Бог будет использовать нового для того, чтобы сделать какое-то чудо, то что скажет церковь? О, да, аллилуйя, он такой же классный, как и предыдущий. То же происходит и в этой ситуации. Как это вообще влияет на Саула? Помните, он говорил, я вообще не знаю, у меня вообще это получится или не получится. И вдруг, внезапно, у него великая победа. Конечно, у него повысится уровень уверенности. И поэтому Саул и Анафан, его сын, вели войско. И Анафан. И продолжим потом, после перерыва.